Февраль не балует теплом, он лишь его предполагает, Под ноги снега накидает, за щеки потрепать готов. Но к холодам уже привыкли, зима закалку нам дала, Но шубы носим мы пока, хотя они уж надоели. Природа все ж свое берет, день помаленечку растет, И радость закрывает нас, зима закончится сейчас. Там лением душа полна, настало время обновлений, Любить, желать и строить планы, мечты в реальность воплощать, Но полно смело так мечтать, пусть снег растает и просохнет, Мороз уйдет, и вот тогда прощайте, матушка, зима! 26 февраля, Мартынов день. День назван в честь преподобного отца Мартиниана. С юного возраста он возрубил Бога и стал проводить иноческое житие. 18-летним красавцем он оставил город, родню, Отрекся от мирской суеты и уединился для безмолвного и пустынного жития. Проводя жизнь, подобно бестелесным ангелам, он пробыл здесь 25 лет. За свою добродетельную жизнь он удостоился получить от Бога дар исцелять недуги и болезни. Святой Мартин покровитель этого дня. Его считают не только укротителем, но и избавителем от блудных страстей. Чтобы избавиться от подобного, надо обратиться к святому Мартину с молитвой. Яко подвижника благочестия искусно, и страдальца произволения честного, и пустыннее жителя, и всельника. В песнях достойно восхвалим Мартиниана, пресночестного, той бы змея попра. Сегодня ночью наши предки делали заговор на звезды, чтобы уберечь себя и своих близких от сглаза и болезни. В этот же день молились они и святой Светлане. Поминали сегодня умерших предков, ходили на кладбище, посещали могилы или церковь. Ставили свечки за упокой, подавали милостину нищим, чтобы предкам на том свете жилось хорошо. Сегодня было принято молодым супругам ходить на посиделки, встречаться со своими старыми друзьями. Разговаривали о жизни, делились новостями, секретах ведения хозяйства и так далее. Сегодняшний день был неблагоприятным для решения денежных вопросов и покупок. Также сегодня нельзя было скверно словить приметы. Если день на Мартина пасмурный, весна будет холодной. Если сегодня ясный солнечный день, летом будет очень жарко. Если сегодня заняться уборкой в доме, это к счастью и удача в делах. Если сегодня ночью яркие звезды, умерший родственник смотрит на мир с небес. Позовите их по имени и в трудную минуту они обязательно помогут вам. Сегодня не следует вышивать, прясть и ткать. Можно ослепнуть. Если в этот день туман спустился к земле, жди тепла. Хочу вам рассказать о сне, который мне приснился дня 2-3 назад. Я рыбалю с одним знакомым со своим, забросил удочку и уже я вижу, что происходит в воде. В воде происходит следующее. Такая рыбка попалась и она как-то мечется на леске. И от нее отходит кровавая муть. Вот это такое, знаете, есть. Вижу, рядом две рыбки. Одна из них вот так вот, знаете, как изогнулась. Ну, буквально такая, как змея, которая на хвосте стоит, а так сама изогнулась. И так эту муть жадно сосет. А другая просто там плавает вокруг нее. Вода чистенькая, все хорошо, наблюдаю. Вдруг откуда-то сбоку подплывает огромный самина. И я так, ааа, сейчас я, значит, вот эта вот рыбка, которая попалась мне на крючок, она будет наживкой для этого сама. И надо подождать, чтобы сом, значит, хорошенько зацепился. Ладно, жду. Сом, значит, подходит. Пасть у него огромная. И он только раз, заглатывает. И вижу, как, значит, леска туда уходит с крючком. Думаю, надежнее, чтобы произошло подсечение. И так вокруг нижней губы, аж она прямо обмоталась. То есть, хорошенько я его зацепил. И раз, потянули, значит, наверх себе туда. Из воды, можно так сказать. И вот я уже вижу другую картину. Значит, мне этот знакомый мой тянет за шнур. Я тяну этого сама. А так только назад оглядываюсь. А там еще более огромный сом, как кит. Разину в пасть и собирается заглотить. И пойманного сама, и меня самого. Быстрее, быстрее, быстрее меня. Тяни отсюда. Под самый берег вот это все гналось за мной. Но, ну, как-то я это, ускользнул. Ускользнул, и уже следующая картина. Стою на берегу. И не просто стою на берегу, стою на табурете. Пытаюсь одевать одежду. Спуститься не могу. Какая-то трава непонятная. Какие-то там неприятные. Там змеи, червяки. Что-то там такое лазит. Думаю, еще укусит. И, короче, я взял палку и стал это разребать, как по песку все это дело отбрасывать, чтобы расчистить свое место. Ну вот, и за этим занятием я и проснулся. Как вы думаете, к чему этот сон? Как бы вы его истолковали? Пишите, не стесняйтесь. Пишите, не стесняйтесь.